Мы вернулись второй раз, загрузились. Но у ней срок гарантийный, и до гарантийного срока машину эту ремонтируют. Но у нее нет ничего недостатков. Она нормально работает. Молодежь, а я-то кто впереди? Старый лапоть. И они мне дают, надо? Я говорю, жалобы нет. Но я пришел в больницу. Делать осмотр? Ну какой? Глаза болят у тебя, зубы болят. Ну хоть скажи еще. У них все нормально. Ну, значок там один мигает, дверка плохо открывается. Там люди работают пьяницы, неверующие. Как доверять машину, когда мы не понимаем тех людей, которые загнали? Они говорят, давай разгружайте. У меня голова кругом пошла. Загро разгружайте. Это тонна литературы. Ужас, что там было. Кое-как нашли там на что положить. Везде мазут. Погрузились. Выехали. Потекло теперь масло. Доехали, аккумулятор сел. Не заряжается. И сейчас мы стоим здесь. И главное, в это даже это не главное. Главное, что в этих, которые загнали, сейчас потекли, у них покаяния нет. Они стоят на своем. Я говорю, пока рогами вас Бог не дожмет до земли, нам не выправить. Это другой уровень. Я знаю, я в машине не разбираюсь, но я знаю, доработала. После посещения не работает все. И вчера мы из сервиса, второй раз вернулись. Уехали в другой город. А масло течет просто лужи. Она вытекает, двигается, когда сгорит. Вот это уже беда. Вернулись, они масло не доливают. Оно полное. Как полное, когда вытекло, сколько? И как оно полное может быть-то? А у нас его нету. Ну нету, и полное, это разные вопросы. Налить. Иначе я головное управление, я вас буду душить просто. Вы что делаете-то? Вначале, давай деньги с нас высчитывать. Там что-то поставить, платите 8 тысяч, 9 тысяч. Ну, жулики. Я говорил, не надо ехать. Не надо заходить. Мы нормально ехали. Последний день проехали 1615 километров. На такой машине 1615, это надо думать, как она работала. До 100 километров шли. Сейчас никуда. Стали стоять мертвым образом. Вот, мать, какое у меня положение-то. А я в чем перед вами виноват? Но мне нужно работать. Вчера мы чуть-чуть все не погибли. Один, который сзади сидел, ну, машина есть, и права есть у него. А которые до этого были, у них там такие дома надо работать, но они двое отошли, а он сел за руль. А когда ехал, дорога все время дремала. Говорит, чем ты дремнешь? Ты смотри вокруг, природа, записывай. Мозгам давай пищу. Не надо закваживать. Он через каждую минуту губы разбесил, уснул. Сел за руль. И вчера меня Господь просто поднял. Я сзади сижу, над ними на вниз, разговариваю с Михаилом, читаем Библию. Я вижу, машина несется в кювет. Разбудили, мы сейчас чуть-чуть все не погибли. Остановили, он из машины вышел, пошел в кювет, лег, ну, из города привезли другого шофера, сели, а тут еще уже пришел на готовое. Вот такая неприятность. А мы делаем дело Господнее, благовестие по всему миру несем. Вот в вашей библиотеке теперь мои все книги я сдал на 12 тысяч. Везде. Мы прошли, вот мы сейчас выехали, и на 250 тысяч я отдаю. За каждую поездку по 250 тысяч. Мне зачем это нужно? Но это мой народ, моя страна. Все погибает. А мне Бог дал знание. Я желаю, чтобы жили по-другому. Спасали души свои. Ну, такие препятствия. Я к чему рассказал? Чтобы помолились. Чью-то молитву Бог услышит. Чтобы Бог вразумил, было покаяние. Они, которые это загнали в сервис, они не кают. Я говорю, вам не акремонтировать. Так и будете болеть. Бог это все делает для того, чтобы мы раскаялись, очистились, были другими. Они не понимают, это не в железке дело. Аккумулятор, ну, все новое. Машина новая, из завода купленная. Вот какие заботы-то. А вы, как не думаете, болеете? Вам болеть некогда. А это как будто... Ты, бросай-то мне болеть. Ты молись день и ночь о нас. Вчера Игнатий Тихонович лежал, Лешка не вставала совсем. Не вставай. А сегодня встала. Слава Богу, ради вас, чтобы вы приехали. Я сегодня... Ты будешь молиться, чтобы мы приехали. Мы едем сейчас в Новокузнец, там Горесь, везде должны проехать, я везде оставляю книги. Наши книги в центральных библиотеках страны теперь везде. Люди не читают. Но теперь начинает павленьку двигаться. Но давайте работать. Говорят, в церковь сегодня, патриарх Кирилл сказал, духовная развалина. Ничего нет. Люди приходят, я свечку поставил, батюшка что-то сказал, и у меня как-то пойдет. Ничего она не пойдет. Вот надо Христа отпустить в свою жизнь. Жить во Христе. Принять правильное крещение с погружением. Быть вводимым Духом Божьим. Мы об этом говорим. Это вы полностью... Все какие книги у вас есть, вы все оставили здесь. Видите, все книги эти, я их не выдумывал. Это моя жизнь. Я в разных университетах преподавал, передачи вел здесь, за границей. А так как плохо слышу, это мне хорошо. Люди говорят, плохо, а мне хорошо, потому что я не слышу, письма видят, записки идут. А я теперь их ответил, сразу я их отвечаю, а потом более пространно, с указанием литературы и прочее. Это мое сокровище и мой долг, мой народ. И я ему несу то, что мне Бог дал. Надо же, как по диску смотрю, так идут, он такой же есть, нисколько не искажено по дискам-то. А где смотрели? Да у меня диски есть, Михаил меня снабдил. Ну, видите, я какой бы ни был, я без лукавства жил всегда. У меня все на стопроцентную искренность. Если я замечаю в человеке неискренность, у меня сердце наполняется тревогой. Богу нужно все сердце, весь ум. Вот у меня детский лагерь, без помощи государства. 40 лет, еще ровно 40 лет. Что-то не было, у меня уголовные дела возводили, там избиения, дети, а ничего нет. Аптость, им надо закрыть. И они ничего не сумели сделать. Ну, нынче, не знаю, будет, нет комиссии. А детям, то, что у нас дают, ни один лагерь не даст. Это и молитва, и почтение к старшим. Они, когда приедут, вы заметите в них обязательную перемену. Как они покажут, за столом сидят. Они еще вас поучат. Ну, я там была же с ними три дня. А, вон, там была. Три дня была, да, когда... Это Игнатий Тихонович. Михаил сходит, нарвет с собой огурчиков и луку с собой. Ну, пусть нарвет. Ну, как-то неудобно. А как неудобно-то тут никакого неудобства. Я с новостями туда нет. Приму, с удовольствием. А у вас в саду там ягода, смородина не растет сейчас? У меня сада-то нет, как такового. А ягода... Это дом ваш? Это дом, да. У вас еще тут такого из ягод не растет? Из ягод нет. Вишни вешни? Нет, это росла вот эта тут, Виктория, она уже отошла. А потом нет, вишни есть у меня на столе, я вам поставила. А где вы взяли ее? А мне вчера двоюродная сестра сосенников привезла. Восенника хорошо вишня растет, а у нас здесь она, можно, не плодит она. А мы восеннике должны попасть. Да. Ни на где. Вот это, Миша, и ягоду с собой возьми. Иди сам бери. Огурцов сколько наберешь? Сейчас сказали, иди сделай. Сколько наберешь? Пакеты. Маша, покажи, пакеты. Кто привез, это он взять, наверное, или кто? А кто привез, я не знаю. Нет, нельзя взять у меня на работе. Маша, дай пакет, дяди Миша, и пусть он идет огурцов, бери, сколько там найдешь, столько бери, Миша. Я их не вижу в грядке-то. Я приду, пороюсь, пороюсь и не вижу я их. Я их не нахожу совсем. Мы тут долго не будем, потому что этот человек, который привез, он сказал, нас подождет увезти. А это как-то? Нет, он сказал, позвонят ему. А это, наверное, сосед Наташи, скорее всего. Скорее всего, Наташин сосед. С усиками такой. Наверное, вон. А я как-то плохо дорожу. Я мало куда здесь выхожу. Можно сказать, до церкви дойду и обратно к Наташи поднимусь. А тут она недалеко через дорогу. Плохо вот у меня глаза-то не видит. Я одну книгу осилила. А что у вас? А у меня глаукома и катаракта. А сейчас я живу? Один глаз у меня удален еще 18 лет. Тоже глаукома была. Один глаз стеклянный у меня. А другой глаз вот теперь у меня вот такая вот проблема. Я с удовольствием... У вас смотрит правый? Правый смотрит. А этот не смотрит? Да, этот он у меня протез. Подобрали вам как-то свет? А я в Москве... А нет, этот я, наверное, уже в Кемерово ездила. В Кемерово. Его бы менять надо, но это все расходы, все время и... Наверное, там дело. Ну вот. А болели-то от чего? Почему заболели? А мне так и не сказали. Володя, да соприсаживайтесь. Вы чего же ноги думаете? Да нет, нет, мне так удобнее. А, ну смотри. Может быть, это связано с производством с хоккей? Какое у меня производство? В 13 лет он у меня заболел, Игнатий Тихонович. Он у меня начал слепнуть еще. Я пошла в школу, помню сейчас как вот, в первый класс. А что мама у меня? Не образованная, деревенская женщина. Ну, в первый класс комиссию проходить. Мы пошли комиссию проходить. Я плохо видела им. Уже плохо видела. Эти картинки показывали. А какая-то грубенькая попала такая, врач или медсестра. Кто она была, я даже не знаю. Ничего страшного, ресницы у нее попало. А то болело нас. Вот. Потом в школе стала комиссия. Я говорю, мама, а я, ну, проверяю там уши, умываясь. Я глаза закрываю. Мама говорит, а я одним глазом не вижу. Я уже видеть начала только свет. Вот в течение шести лет. А потом в седьмом классе училась. Вечером еще легла нормально. На следующее утро мне надо в школу после каникул. А у меня такие боли. Боли были ужасные. Я говорю, когда детей рожала, мне было намного легче. Вот. И вот я с 13 до 18 он у меня болел. Потом они мне его удалили. Он у меня начал уже, уже не так боли, он иссыхать начал. И они мне его удалили. И вот с 18 лет я уже сейчас это, с этим глазом. Какой крест у вас? И, конечно, сейчас бы вот, ну, еще что крест. Вот сама не побереглась еще, конечно. Я читала-то, знаете, как все эти всякие книги. А вот сейчас вот, какие надо читать, то я их не вижу. А вот эту книгу я одолела. Нет как уз, как Паша книга. Для Слова Божия нет уз. Для Слова Божия нет уз. Вот эту книгу, я ее все-таки осилила, все прочитала. Интересно. Очень. Очень. Вот сейчас другой Миша оставил мне еще. На кае, на читанное вам легче слушать было бы, надо сделать? Я, что есть, что Миша дает, я, конечно, это бы лучше. Нет, это крест. Есть диск, этот Евангелие вы начитывали с Библией, это со старой. Я не знаю у него, в какой вариации, это новое или нет. Я заново перечитывал, теперь чисто-чисто слушать. Хорошо у меня, хорошо у меня диск. На кругах таких дисков. Да, хорошо у меня тут диск. На жесткие диски. Но новые ветки завет хорошо записан, хорошо слышно. Так, я вернусь к первому. Вот, иногда мы проходим по домам когда, ну и бабушка одни лежит. Баба, а что ты лежишь два часа дня? Болею. А что ты болеешь? Да не домогаю. Ну что у тебя болит? Ну не домогаешь ты как? Падаешь ли сейчас? Ну ты утром ходила на двор, ходила. Ну а сейчас почему ты лежишь? Да вот у меня горе. А какое? Да, сын уехал, и письма не пишет. Да какое же это горе-то? Ну горе-то, когда люди Христа не знают. Не знают для чего живут, умрут и в ад пойдут. Вот горе-то где? Возврата нет. А ты знаешь, что у нас в стране есть президент, премьер-министр, а что это такое? Ну вот такое, да, слышала. А есть патриарх, есть у вас представители Совета. Ты почему за них не молишься, что Бог их вразумлял? Бог тебе для этого жизнь продлил. Ты не дави подушку-то. Ты встань ночью, когда весь мир спит за полицию, милицию и молишь, чтобы не грабили народ. У тебя столько обязанностей, кто-то тонет в море, на дорогах терпит крушение, а вдоль дороги везде памятники, как по кладбищу едешь. На одном памятнике три-четыре человека. Это когда кто-то заснул, ты вернулся. Вчера у нас было бы четыре человека сразу. И мы благодарим Бога, что нам Бог это открыл, мы это понимаем, но надо дать людям знать. Жить надо для Бога. Бог дал эту жизнь. А да нет, это мне мама с папой дали. Да мама с папой понятия не имели, что ты будешь. Они еще тебе пальцы натягивали, жилы расправляли. Это Бог сделал так. Эту природу прекрасную. Все вокруг, воздух, планета, земля, солнце. Это Бог дал. Почему же не благодарить-то Его? И кроме этого, Христос сошел на землю ради нас. Единственное, Сына отдал, чтобы жизнь речную имели. Дал церковь, священство, и тебе не за что Бога благодарить. Чего же лежать-то тут будешь? Ну, лежишься еще там. Я тебя заряжаю. Спасибо Господи. Да, не просто так. Вот ей нужна какая... Она тоже маленькая, она от двоих думает, да как они там, да ладно ли там, да не обидят. У нее мысли там куражатся. Вот. Мы немножко утешили. Утешили ее хорошими словами. Я скажу не просто хорошее, а это лучшее в лагере у меня. Лучшее, так и малое. Прямо настолько. Я пришел в хоккей замещание, вот сейчас разборку сделал, там наказал, от порог пропивы, который там, они матерился там, еще там, кого-то обидел. А знаете что, ну-ка вот только выходите сюда. Стоять не... Ну, хоть что-то за ними есть. Да нет, там маленько, без фуражки выскочил до коня. То есть, если за ним ничего нет, даже за ним что-то будет, я его прощу, потому что он хороший. Он нечаянно. Сидят за столом, напротив меня, вижу, как будто они у меня в лагере прожили несколько лет. Так что я вам хорошую весточку привез. Это я говорю, тоже дома, кто как воспитал, да бабушка. Ну, видно влияние, что смотрели, не избалованные, они не дурят. Да дурять-то, дурить-то дурят, и как не дурят? в пределах у меня рамки очерчены, там ходули, играть, городки, там по буму везде, они везде лазят, все знают, но не дурить, они пакости никакие не делают. Радостно слышать? Вот мы заехали, это наша виссия только в этом заключалась, я вас не знал, но поговорить уж как бы удастся. Может быть, да, у меня старшая дочка тоже сожалеет, что ей не удалось победить вас. Памятный день, мы в вашем селе оставили все книги, теперь в библиотеке можно брать, ну, не вы, а кто-то другой, любую считать. Все 38 книг я сегодня им подарил. Что просить? Понятно. Это на 12 тысяч каждому селе дарил. И большие города. Это хорошо. Ваш областной центр Кемерово и уже в Кемерово, уже недели три назад. А вы уже и в Кемерово были? Раньше, до второй поездки, это третья поездка у нас. Третья у нас вот такая трясучая. Машина встала, сейчас сняли коммуникаторы, и все это против того, что я говорил. Мне еще это давит меня. Я вам говорил, ребята, я это чувствовал. Не понимая, я это чувствовал. Это другой уровень. Это не в железках дело, это в вас. Вы и покоревые, вот вам. Я говорил, не надо заходить, никакого сервиса. Какой сервис, когда машина бежала от работы? Ну, дверка там не открывалась где-то маленькой. Ну, что теперь говорить? Мы застряли. У нас каждая минута была на учете. Быстро сесть, уехать, приехать, чтобы до пяти часов там библиотеки закрываются, а сейчас мы замерли и стоим на одном месте. И поправить положение только Бог может. Это у вас теперь по плану Васильники? Видимо, через Васильники первое, потом на Коново-Кузнецкое. Как-то, чтобы пройти там Прокоповский все эти, Киселерский. Каждому в городе оставят книги. И мы дальше продолжаем. Мам! Что, Наташа? Маша? А можно я там дяди это, сорвать морковку? Можно все, что там он увидит. Лук пусть сорвет, морковь. Все. А он уже что-то ему показалось. Все можно, Маша. Все, что там нужно. Стоит у меня и слушает. Вот отсюда закладывается сейчас уважение к старшим, чтобы умело делиться тем, что есть. Без разрешения и на Христо не выходило. Три поклона, мама, баба, благословите. Вот тогда разум будет не поврежден. И вернулась из школы, три поклона опять. У меня все хорошо. И родители благословляют. Благословение родителей от огня и воды спасают. Мы вот так же, у нас дети в семье, а отец вот так руки у него не было, без руки с фронта. И мы вот так, чтобы самовольничать. Ну, ребятишки маленькие, всякое было, но чтобы вот как сейчас делают, мы этого не знали. Отец нас одних посылает пасти, мы пасем. Голос, что и проспишь другой раз, но мать до самой смерти, десять детей, пять с ног, пять с детьми. Давай, Маша, мы же Наташа в нее. Давай, что ты, давай. Ничего страшного. Ничего страшного. Сколько заботы требуется. А человек, знаете, не знает, и все отнимает. Да. Отнимает жизнь. Рифа, а ее держать в руках, она как кисельная медуза. Не надо, чтобы и головка не поведелась и проще. А вырастет, куда попало пойдет. Вот наставь, чтобы она на небо пришла. Да. Чтобы она Господа познала. Очень бы хотелось играть, Итих Ильич. Вам сколько лет сейчас? Шестьдесят два. Шестьдесят два. Вы на одиннадцать лет моложе меня. Так что, слушайте. Вот она, рулетка. Вот она, рулетка. Нашлась рулетка? Да. Ну, оставь ее на холодильнике. О, это что такое? Рулетка. Это, наверное, это... Рулетка, рулетка. Рулетка. Вот она, рулетка. Да, большая рулетка такая. Да вот мы уже семь лет как строимся все. Нынче только вот потолки, стены и то, да там окна не доделали, ушли, перед Пасхой не ушли, как и не вернулись еще. Входную дверь надо... Это ваша комната? Можно посмотреть? Конечно, конечно, Игнатий Тихонович. Только порядка-то нет, но уже... Посмотреть. Вот у нее комната какая. Баба эта. О, да у нее тут и книги наши давно. Вот она, смотри, что. открытым окном, как раз это по стихам. 26 том. И диски наши у нее. Ого-го! Вот, азбука. Зачем выспывать, оклятвие? Собрали. А вот какая-то фотография? Ну, это я не знаю, там, это не моя фотография. Не моя, это где-то... Ты знаешь, что за фотография? Сидят, как мусульман. А это на Крите. А? На Крите. Ну вот, они там научились мусульманать. Да, да, взял. Одеваться правильно. Ага. Смотри, у нее что, детская Библия. Ого-го! Тут наше издание, третий том. Вот, видишь? Второе здание. Вот, Игнат Тихонович. Ого-го! Первое, второе. Да, слава Боже, нет уст. Она и василила, одним глазом прочитала. Ну, слава Богу. Она вооруженная, и вооруженная очень хорошо. И Библия, и есть. Помоги Господи. Как сказать? Вам нужно, Маша, скорее, училась читать и помогать. Да, читать, кто бы читал. Ну, вот, диски, конечно, меня выручают. Михаил, мне какие диски привозят, ну, хорошо, конечно, мне слушать-то легче, чем читать. Я уже одни очки, вторые, сейчас снова вот ходила позавчера. У тебя мама двое очков на день и читала? Вот, я тоже так сейчас, но уже и в двух не вижу, тоже не получается. Она все жалость, говорит, между очками мухи залезут, мешает считать. Она научилась, где-то лет, наверное, пятьдесят, ей было, научилась считать, в школу-то не ходила. Тоже ей глаза плохо смотрели. Не хватает глаз, конечно, ну, что сделаешь? И ходила позавчера, и она на прием, когда в осениках, позавчера в 17. Скорно я в пеленах и заботах. И другого рождения не было. Вот такой вот. Это моя крестница. Как звать? Анна. Анна. Никто не знает, что Анна ждет. Один Бог. А ее жизнь вся уже записана у Бога в книге жизни. Когда, говорит, ни одного дня не было. Это написано в 138-й псалом. Анна, Анна Нюра у нас зовут. Нюра. Баба Нюра будет тоже. Будет жизнь и будет. Я тоже ее все Нюрка сываю. Еще, Михаил, пора продать. Сейчас Наташа позвонит, там какой-то электрик, электрику позвонит. Да. Узнает, сможет он взяться за это дело или не сможет. Посмотреть машину, чтобы это... Они не очень верят в это, покаяния нет. Понимаете, у этих, которые я звонил, сейчас нет покаяния. Они считают все правильно. Я говорю, правильно ремонтируйте, берите на себя. расходы. По-моему, не надо было, потому что все было нормально. А зачем лезть-то? У нее глаз больной. Вот в это время надо было лечить, никакая ресничка туда не попала. Нет, нет. Это они просто отмахнулись от нас. И что у нее страдания на лице написано. Сколько она прийти... А как-то же ты с одним глазом замуж вышла. Да? Да вот как-то так вот вышла. А как он так тебе? Он знал, что тебя нет глазу? Знал, конечно. Знал. Но он сам был травмирован. У него нога травмирована в шахте была. Он был на инвалидности в то время. Ага. Вот. Ну, конечно... А, и он? Умер. Умер. Сам себя лишил. Понятно. Худо дело. Да. Ты послушная была жената хоть? Да какая я послушная? Плохо я прожила, Игнатий Тихонович. Очень плохо. Неправильно. Надо было маму слушать, а я маму не послушала. Надо было... Она мне все говорила, либо замуж не выходи, либо выходи за верующего. А я же думала, как? Он раз не против, в церкви. Не против того, что я хожу в церковь. Значит, поверну его как надо. А повернул-то он меня, куда не надо. Вот и получилось все так. Хороший разговор. Вот и повернулась. Ну, хоть не дрался? Все было. Все было. Ну, каялась, что мамка права была. А как же? А матери говорила это? А как же? И нож был, и все было. Я спрашиваю, ничего тебе не обидного? Нет, нет. А что тут обидного? И нож был у меня, и все было. Это урок для своих. Отрицательно, это тоже урок, чтобы не повторить. Библия повторяет такие примеры, когда люди гибли тысячами. Говорит, это были образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое. Баба говорит каяться, а девки замуж собираются. А в школе-то как к вам относились? А в школе, в школе я как вот в седьмом классе заболела, глаз заболел, конечно, я осталась на второй год, потом еще раз пошла в школу, еще раз до Нового года доучила в седьмом классе, и все, больше я не училась. У меня такие боли были ужасные. Ужасные. Я чуть урок 2 отсижу, у меня голова болит, глаза болят, все болит. А потом 16 еще не было, я пошла на работу, устроилась. Глаза и уши-то разные. Глаза это 89, может, процентов информации. Я сижу, и никакого недостатка не чувствую. Что они говорят, судят, я ни на кого не звусь, я не слышал, что они говорят, и мне все хорошие. Ничего, потом пошла на работу, телеграммы носила сначала, надо было жить, папа умер уже. У мамы еще были, еще два брата с нами было. Один больной был мальчик, да, уна была у него. Это ваше село называется Ельцовка? Нет, у нас Кузидея. А, Ельцовка. А что она называется? Да я даже и не знаю, Игнатий Тихонович. А он знает, говорит. Я сама-то 7 лет здесь живу, еще в итоге. Миша, я не знаю тоже кого. Он не понимает в этом. Ну понятно, что теперь. Ладно, поскорь. Я сама ведь тут никого не знаю. Как Игнатий Тихонович сказал, так и есть. Все. Она говорит, он не понимает, не берется, в общем. Никто не сделает. У них покаяния нет. Пока покаяния не принесут, мы будем стоять. Это на другом уровне все делается. Они не могут понять. Так а сейчас они где, эта машина? Кто-то ей занимается все-таки? Не знаю даже. Я отошел, сказал, в эти игры я не играю с вами. Вы хотели делать, отремонтировали в кавычках. Продолжайте дальше делать. Я посижу. Я пошел к памятнику, лег и лежу около памятника. Я там отдохну. Вон, как она смотрит. Видишь? Тихо, ручками. Маму сфотографирует. Дети видели маму-то. Ну-ка, дядя Миша, сфотографируй у нас с Машей. Маша, иди садись, Игнатий Тихонович. Давай сюда, рядом бабы. Садись. Я с той стороны сяду. Женщина должна с левой стороны. Машенька, сядь сюда. А, ну, может быть так. Садись, садись. Давай. Ничего, плохого тут нет. Так, внимание. Это мой на память. Игнатий Тихонович. Такие ручки, бабы. Игнатий Тихонович! Ты просто как есть, сфотографируешься. Он любит и сесть. 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 Кадр давит просто. С братьями приедет в лагерь, и там будет хорошо. Вы видели все. Как с молитвы начинается, и все посты соблюдаются. Никто не обидит. Я стараюсь 100% защищенность ребенку дать. Этим необычен наш лагерь. Данил же говорит, говорит, здесь кормят лучше, чем дома. Там готовят специально. Все свежее приходит. И трижды в день. Помолись за нас, Машенька, чтобы у нас глупости поменьше было. Такая была машина хорошая, я скорблю. Мы такое дело делаем, которое никто никогда за 2000 лет не делал. Православный. Настолько необычно. Представьте, Бог позволил мне 38 книг издать. Это вообще. И теперь я только дарю, и дарю, и дарю. А уж как там будет. Мама не хочет. Вот наши какие гости к нам. Господь пославил. Ты будешь молиться и скажи, Господи, сделай, чтобы было у них все хорошо. Мы едем не на бизнес какой-то, не на прибыль, а наоборот, мы только даем. Вот за один выезд мы на 250 тысяч дарим. Книги свои. Я знаю книги, которые считают, у них жизнь людей полностью меняется. Это не развлекательные, пасторальные романы. Люди, которые преступники даже, и становятся на правильный путь. В каждой книге около 3000 ссылок Библия только дается. Вы считали? Видите, как-то Бог дал знания, я его отдал. Ну, что-то у вас там есть, говорили, еще вешеный. Так пойдем, пойдем. А мне это, я буду нежать, потому что я с водею. Тебе нежзайся? Так тогда мне больше доставят, Саша. Погоди. Или сюда принеси. На Машу пусть водит и покажет. На кухне. Да мы пойдем с ней. Вадим, выйдем, чтобы... Нет, она мне на столе, на кухне. На что косточки падали там. Я с Машей пойду. На столе, на кухне там. На улице-то нет ее, там она не растет. Маленькая есть. О-о-о. Ой, Игнат Тихонович. Вот это да. Ну, сколько же она может съесть-то? Ну, давайте вот сюда косточки вот, ну, на петухи-то какие. О, тебе нельзя, да? Давайте, поедим. Садись, Маш. Садись, Сама. За стол садись. Да, мне ведь не с надо, днись. За стол сядешь, посидишь маленько с нами. Садись. Вот это у нас как порошень. Кот идет, Игнать Тихонович. Смотрите, какой. О, как батюшкин-бродяга. А этот наш котел. Ваш, ваш. Хороший. Маша. Маша.